Не на алкоголь, а на лечение. Собирая деньги уже несколько лет подростки в Кирове. Молодые люди с коробками заходят в общественный транспорт и просят скинуться всех, кто может. При этом конкретных сумм обычно не называют. Насколько такие уличные сборы денег могут быть законны, обсудим с нашим гостем. У нас в студии председатель регионального отделения детского фонда Валентина Иванова. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что пришли. Валентина Павловна, вначале я предлагаю посмотреть небольшой видеоматериал, чтобы раскрыть полностью суть этой проблемы. В Кирове сомнительные благотворители появились около двух лет назад. Тогда подростки в жёлтых накидках просили прохожих пожертвовать деньги на спасение больного ребёнка. В прошлом году нашим коллегам даже удалось с ними поговорить. Организация не афиширует это место, вывески нет. Людей с улицы на работу не берут, собеседование по предварительному звонку и через проверенных людей. Спросите у знакомого знакомого. Волонтёрами-мошенниками славятся в переносном смысле этого слова и другие города. Например, Уфа, Новосибирск, Владивосток, Иркутск, Ростов-на-Дону, Москва. Здороваюсь, говорю, помогите тяжелобольному ребёнку. Потом я говорю, любая сумма важна. Кто-то говорит 5-10 рублей. Думаю, вообще ещё что-то можешь рассказать про этого ребёнка? Что это за ребёнок? Честно, особо нет. Мне вот всё, что рассказали. А подскажите, пожалуйста, что у вас за организация? У меня организации нет, я просто сама помогаю ребёночку. Какому? Этому? Это Инась. Его зовут Инась. Прежде чем жертвовать, граждан призывают подробно изучить информацию об организации, которая собирает средства. На ваш взгляд, скажите, это законно такой сбор денег? Нет, нет, это уже много раз мы поднимаем этот вопрос вместе со средствами массовой информации. Это, естественно, незаконно. Мы сейчас заметили, что вот эти волонтёры не знают вообще, кому собирать деньги, что за организации. Для чего, да. Понимаете, существует вот в данном случае детский фонд. Мы 30 лет занимаемся этой работой. И, значит, в первую очередь, чтобы собирать деньги, мы соберём данные, все получим данные. Для кого эти деньги нужны? Что за семья? Что за болезнь? И в первую очередь мы будем стараться делать так, чтобы этого ребёнка вылечили через государственные структуры. Будем добиваться этого. А если мы начинаем собирать средства, то я ещё раз хочу сказать, это ящики-копилки. Это можно через телефон, короткий номер телефона, через СМС. Разные пути и способы. Но полная характеристика на данного ребёнка есть. И эти ящики-копилки, вот видите, эти мальчики и девочки собирают. Они отвернутся в сторону, открывают спокойно свой ящик. То есть они не опечатаны даже? Да. Понимаете, что это всё незаконно? Наши ящики полностью опечатаны детским фондом. И снимают ящики три человека. Бухгалтер детского фонда, член ревизионной комиссии детского фонда и представитель этого магазина или той организации, где этот ящик был. И вы составляете, наверное, какие-то акты. Не то слово. По каждому ящику до одной копейки всё это учитывается. И придя в детский фонд, она заносится на лицевой счёт этого ребёнка, для которого собирали. А все фонды так должны делать? Безусловно. Это общие требования такие, понимаете? Общие потом. Понимаете, надо проверить, есть ли лицензия у этого фонда или у этой организации, которая направляет вот этих волонтёров. Понимаете? Ведь мы-то узаконены и юстицией, и всеми структурами. Поэтому это незаконно. И я обращаюсь к кировчанам. Уважаемые кировчане, детский фонд в центре города находится. Если вы желаете помочь, придите, и вы узнаете, на кого конкретно собирают, и куда конкретно до одной копейки ваши деньги ушли. Мы сегодня спросили мнение юриста, возможно ли на месте, на улице легально собирать деньги. Давайте послушаем, что говорит юрист. Ну, на самом деле, на месте это никак не понять. Создание любого юридического леса под видом некоммерческого учреждения, благотворительной организации занимает достаточно малое количество времени. И создать такое квази-благотворительное общество, безусловно, возможно. И даже если вы попросите какие-то документы, вам их с вероятностью в 50-60% всегда предоставят. Самый важный момент состоит в том, что вы не сможете проверить в режиме онлайн, немедленно, прямо сейчас, насколько добросовестны данные люди, и как они распорядятся теми деньгами, которые получат от вас. Ведь получив от вас какую-то купюру, дальше вы проконтролировать ее судьбу уже не сможете. Как раз, как правило, все крупные организации, которые занимаются благотворительностью, это и фонд «Подари жизни», и детский фонд, не занимаются сбором наличных денежных средств среди населения подобного рода образа. Валентина Павловна, если на улице мы встречаем таких волонтеров, что мы имеем право у них потребовать? Какие документы предоставить? Во-первых, вы должны потребовать удостоверения. Мы уличный сбор осуществляем во время проведения акции, особенно эта акция «Белый цветок». Мы, в первую очередь, согласовываем с представителями полиции. Мы сообщаем в УВД, что вот такие-то улицы, такие-то объекты у нас, выйдут волонтеры, много их будет волонтеров, с нашими ящиками, с нашей символикой, с нашими, в данном случае, цветами. Мы уведомляем, у волонтера у каждого удостоверение, удостоверение. Которое что подтверждает? Причем удостоверение говорит, что он направлен по линии детского фонда, причем не один, с ящиком. Обязательно, как правило, два человека около этого ящика. И обязательно, я еще раз говорю, удостоверение указывается. Направляется Иванов Сергей для сбора участия в этой акции и указываем время. Понимаете, какой день и какое время. Вот цивилизованно, если говорить о правильном сборе пожертвований. А так просто. И у нас, понимаете, полиция звонит и говорит, вот вы на улицу Кольцова посылали или вы в Дом культуры куда-то посылали. Понимаете, что да. И в итоге фонды должны отчитываться, какую сумму собрали, куда направили эти деньги. О чем разговор? Если акцию я объявляю, я и говорю, в данном случае белый цветок акция направлена на помощь детям, тупоинфицированным и учреждениям, которые лечат детей от туберкулеза. В первую очередь. И мы уже сообщаем каждый год им и свою рекламу. Если в прошлом году мы собрали 528 тысяч, и куда, приходите, мы вам расскажем до рубля, куда израсходовано. В этом году где-то около 490 тысяч, они пока еще не израсходованы все. Это конкретно. У меня президиум распределяет эти, и согласно заявок, куда эти нужно. Вот как это делается. Сегодня в нашей группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров» мы провели опрос, решили спросить мнение зрителей, «Подают ли они подросткам, которые ходят на улице с коробками?» И вот на данный момент лидирует вариант ответа «Нет, это мошенники». 74% так проголосовали. Все-таки кировчане ведут себя бдительно. Правильно. Но есть все-таки и те, кто подают эти деньги, 7% из-за прошлых. К сожалению, да. Но вот я еще раз говорю, приходите в такие общественные организации. «Дорогу и добра», «Детский фонд». Это чудо, вот эти организации, которые занимаются именно детьми и сбором пожертвований. Спасибо за вашу работу и спасибо, что ответили сегодня на наши вопросы. Напомню, нас в гостях была Валентина Иванова, председатель регионального отделения детского фонда. Спасибо.